Насколько вот это заявление может расшатать ситуацию непосредственно в самой России? Сибиряки негодуют, говорят, а почему над Сибирью, а не над Москвой? Если вы будете проводить такие испытания, так вы будете проводить. Далее, вот в середине сентября, это опять же-таки о внутриполитической ситуации, насколько она может быть расшатана, Патрушев заявлял о том, что Россия якобы нейтрализовала сотни агентов иностранных разведок и вот эти разведки пытались расшатать обстановки в разных регионах. В частности, какой-то батальон в Карелии создавался для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Вот насколько такие заявления, они могут непосредственно внутри России привести к расшатыванию ситуации? Как вы считаете? Заявление Симонян вообще это очень положительное для Украины и для нормальной составляющей в мире заявление, потому что оно шокировало не только за границей, но оно шокировало внутри Российской Федерации. Вот мы постоянно задаем себе вопрос уже много месяцев, и в наших, кстати, беседах с вами, Ну вот почему дремлет этот российский народ? Вот когда ему надоест эта путинская история, путинский режим, когда ему надоест эта война, когда вот они устанут от мобилизации, от гробов, которые идут в их города и селения. И вот Симонян наконец приблизилась к этому делу, потому что, конечно, то, что она говорит, это абсолютно чудовищные вещи, прежде всего для самой Российской Федерации. И она, безусловно, напугала, наконец, всех этих людей, которые живут на этих территориях, и они, наконец, поняли, кто у них там в Кремле и в Москве решает их судьбу. И, возможно, кстати, это и будет тем триггером, который накануне, кстати, потенциальных президентских выборов в следующем году запустит какой-нибудь механизм смещения Путина изнутри. Потому что все понимают, что он самоубийца, он загнал Россию в абсолютный тупик, и что если он, к тому же, еще окружен такими абсолютно чудовищными идиотами, вроде этой самой Симонянши или Медведева, то все это закончится не только плохо для России самой, но и для всей планеты, но прежде всего для России. По поводу Патрушева, который там рассказывает про шпионов, это старая история. Я вам должен сказать, что ФСБ, то есть Федеральная служба безопасности, которая заменила КГБ, то есть которая является контрразведкой и службой безопасности Российской Федерации, которая призвана, не сказать, шпионов и предателей внутри Российской Федерации, их огромное количество дармоедов, просто дармоедов, их 400 тысяч человек или 350 тысяч человек, ну половина это погранцы, которые должны защищать границу, но мы знаем, как эти погранцы защищают границу в Брянске, в Белгороде и на прочих территориях, что граница это на самом деле совершенно спокойно переходится, что ничего, никого, ни от кого они не защищают, но им постоянно надо надувать щеки и говорить, что граница на замке. И плюс вторая половина – это контрразведчики, которые должны все, вот эти 150 оперативников контрразведки, должны постоянно отчитываться о каких-то шпионах и предателях, которых они ловят. И поэтому они высасывают из пальца, и любого там школьника, который написал где-нибудь там, я не знаю, там «Путин дурак», тут же возводят в ранг американского шпиона, как при Сталине. Вот единственное, что нет такого гулага, в который их сажают, и там не сажают миллионы, но они фабрикуют каждый год 2-3-4 тысячи людей, которых они назначают американскими, английскими, французскими, японскими, китайскими шпионами и предателями внутри Российской Федерации. Просто для того, чтобы отчитаться, что они не просто так едят свой хлеб, сидя на своих местах. Они ничего не защищают, они абсолютно неэффективны, потому что когда беспилотники бьют по Кремлю, когда беспилотники бьют по Энгельсу-2 и по Дягилево, когда беспилотники бьют по Крыму чуть не каждый день, по несколько раз в день, когда беспилотники уничтожают крейсер «Москва», когда тот же самый Пригожин с вагнеровцами идет с танками и с артиллерийскими оружиями на Кремль, а его эти самые ФСБшники не могут остановить и не могли даже узнать, что будет такое восстание, то после этого дела им надо реабилитироваться, им надо изображать активность такую, что они всех разоблачили, всех посадили, всех нашли. Кстати, они посадили трех ученых, физиков, которые Путину вешали лапшу на уши по поводу непобеждаемого оружия кинжалов, которые, значит, типа гиперзвук и которые невозможно абсолютно победить, невозможно предохранить никому-то, а как выяснилось, что обыкновенные американские комплексы Петриот сбивают совершенно спокойно эти кинжалы. То есть это, в общем, такая советская совковая старая история, когда огромное количество чекистов-паразитов пытаются просто оправдать свое собственное существование, и все, ничего больше здесь нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова